Всем привет! Приготовим шпинат с йогуртом по-турецки. Возьмем полкилограмма свежего шпината и для начала его тщательно помоем, меняя воду 2-3 раза. Я покупала шпинат на рынке, поэтому его нужно хорошенько отмыть от пыли и песка. Промывая шпинат в последней воде, я беру каждое соцветие и обрезаю хвостики. В них как раз и скапливается большая часть пыли и песка, поэтому я ее просто удаляю. Обмываю снова и откладываю в сторону. Так нужно промыть и очистить весь шпинат. В этом видео я использовала полкилограмма. Из такого объема в итоге получаются 3 порции еды. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал. Так вы не пропустите новые вкусные рецепты, которыми я буду делиться с вами. Теперь возьмем одну головку репчатого лука и нарежем ее кубиками. Чистый шпинат нарежем ножом, но не очень мелко. При термической обработке он уменьшается в объеме в несколько раз. Продолжение следует... В разогретую кастрюлю нальем немного оливкового масла и высыпем нарезанный лук. Обжарим его пару минут. Добавим пол столовой ложки томатной пасты и обжарим вместе еще пару минут. Далее часть нарезанного шпината погрузим в кастрюлю и добавим 50 грамм вымытого риса. И все перемешаем. Выкладываем оставшийся нарезанный шпинат. Добавляем немного воды и под закрытой крышкой на среднем огне тушим 5 минут. Далее все снова перемешиваем. Добавляем соль и молотый черный перец. И под закрытой крышкой на малом огне тушим до готовности риса, периодически помешивая. Пока тушится шпинат, приготовим заправку из йогурта. Возьмем греческий йогурт. И если он у вас такой же густой, как у меня, разведем его небольшим объемом воды. И доведем до состояния крема. Выдавим или натрем на терке 2-3 зубчика чеснока. И перемешаем с йогуртом. Напомню, что полный рецепт вы также можете посмотреть в описании под видео. У меня получился острый чесночный йогурт. Шпинат готов. Теперь его можно заправить острым йогуртом. Украсить красным перцем и подавать к столу. Это очень вкусное, легкое блюдо. И к тому же очень полезное. Обязательно попробуйте приготовить шпинат по этому рецепту. Приятного аппетита!